Доброе утро, дорогие наши телезрители! Сегодня пятница, 11 марта, и я прошу мужчин немножечко отдохнуть от экрана. Я приглашаю к экрану милых дам. Сегодня у нас, как всегда, наш друг, учитель и партнер Наталья Семенова, руководитель высшей школы имиджа и стиля в гостях. Доброе утро! Здравствуйте, Наташа! Доброе утро! Смотрю я на наш стол и просто глаз разбегается от той красоты, которую вы нам принесли. И рассказывайте, что у нас сегодня есть. Мы сегодня с вами будем работать с аксессуарами, которые могут прекрасно украсить любую девушку в весеннее время, поднять настроение и наполнить нас хорошим состоянием и витаминами. И померить те подарки, которые подарили мужчины на 8 марта. Все верно. Хорошо, у нас в основном здесь представлены перчатки. Будем говорить о них, правильно? Да, все верно. Какие модели в этом сезоне самые актуальны и самые модные? На подиуме мы можем увидеть многообразие. Если мы будем рассматривать с вами длину, то это длинные перчатки, короткие перчатки, перчатки с пальчиками, либо митинги без пальчиков. В общем-то, огромное разнообразие. Главное подбирать в рамках своего гардероба, чтобы это вас радовало и подходило к верхней одежде. Вот так. Хорошо. А давайте конкретно разберем, какие перчатки нужно подбирать к пальто, возможно, какие-то куртки, какие-то разные модели. А с точки зрения стилистики мы с вами смотрим на фактуру верхней одежды. Если ваша верхняя одежда – это шерсть, то есть пальто, например, либо кожа, соответственно, кожаные перчатки нам здесь помогут. Но если ваша одежда – это что-то спортивное в виде какой-то дутой куртки, то тогда лучше отдать предпочтение трикотажным текстильным изделиям, потому что они максимально между собой будут дружить и подчеркивать друг друга. Перчатки должны дружить с пальто. Да. Гениальная мысль. Гениальная. Ну, не только по фактуре, но и по цвету. И здесь нужно еще учитывать с вами такой момент, как коррекцию, потому что вот если мы будем рассматривать, скажем, пальто и перчатки примерно в одинаковой тональности, то тогда рука у нас будет смотреться длинной, красивой, утонченной и не будет нарушать пропорции нашего архитектуры тела. Но если у нас с вами будет какой-то контраст, например, у вас пальто красное, а перчатки либо светлые, либо темно-синие, либо какие-то яркие, то тогда визуально рука будет смотреться короче. И это подходит только людям, у которых длинные руки, и никак архитектура от этого не пострадает. Вот как. Вот такие секреты. Я вот даже не знал. Как укоротить себе руку? Надо надеть гусиные лапки красные, и все. Да, все верно. Хорошо. Нужно ли подбирать перчатки под обувь, возможно, под сумку, или можно на это не обращать внимания? Тут вы можете ориентироваться на разные возможности и законы. Например, вы можете ориентироваться на платок, который так или иначе присутствует, наверное, в образе, потому что весной еще прохладно, и мы можем утепляться, закрывать шею. Например, мы с вами используем вот такого оттенка платок. Тут у нас многообразие цвета. А мне он подойдет? Да, он замечательно будет. И подчеркивать и цвет лица, и платья. И, соответственно, перчатки у нас могут быть любой тональности, которая присутствует на платке. Например, это какие-то оранжево-коричневые оттенки. Это могут быть молочные, сливочные. Но вот сейчас перчатки выбиваются или не выбиваются? У нас все равно присутствуют, если вы присмотрите, здесь коричневые такие коньячные оттенки, поэтому они все равно будут в лаконическом стрессе, но будут выступать в качестве акцента, который привлекает внимание к рукам в том числе. А можно я побуду дизайнером и сразу передам сюда еще более усиливающий цвет? Аксессуар? Да, который все в комплекте делает композицию более сочной. А ничего, что они вот разочаются немножко? Наоборот, на самом деле, это хорошо, потому что может произойти такая ситуация. Если они в точности совпадают с сумкой, то издалека рука будет перетекать по цвету в сумку, и это будет смотреться иногда странно. Рука-сумка. Да, рука-сумка. Поэтому небольшое оттенение по тональности, это, наоборот, будет плюсом. А если мы... Можем ли мы добавить сюда третий цвет? Забрать у Даши вот этого цвета перчатку и дать ей какую-то другую? Можем. Но единственное, если мы с вами посмотрим, допустим, красный мы приложили, можно, но все равно уже по композиции будет немножечко выбиваться, и будет слишком много ярких оттенков. Вообще, на самом деле, если вы хотите нейтрализовать цвет в области рук, используйте бежево-коричневую гамму. Но бежевые перчатки, которые вот прямо телесного цвета, они вроде бы будут создавать эффект отсутствия перчаток, да, и не будут акцентировать на себе внимание. Но иногда это смотрится не совсем эстетично, потому что пропадает ногтевая пластина, и кажется, что человек вот издалека тоже как будто бы, ну, вот у него непонятного примера. Вы с кем говорите сейчас? Это мне нужно рассказывать. Я сегодня встретил девушку, у которой было зеленое пальто, желтая сумка и красные перчатки. У нее было просто хорошее настроение. Да, насколько возможно сочетать яркие цвета между собой? Возможно, но должен быть все равно цвет доминанта, то есть тот, который перетягивает на себя внимание. Вот, например, у нас у Дарьи все равно здесь цвет доминанта оранжевый, мандариновый оттенок. Он выступает вот таким точечным брызгом. А если все цвета одинаково яркие, и то, ну, у нас глаза разбегаются, и мы не знаем, куда смотреть. То есть вот, допустим, появляется у нас еще такой ахидис, рог, чичный. Как сорок, все и сразу. Да. И у нас нету центра композиции, нету концентрации внимания человека, и у нас как бы композиция разрушается. Вот. Хорошо. Теперь я... Можно, Даша, я вам прошу, да? Я перчатки без пальцев кричал только у мужчин, которые либо водят автомобиль, либо на рыбалку едут, им не нужны пальцы, чтобы крючок зацеплять. Насколько актуальны перчатки в этом году без пальцев для девушек? Очень актуальны, при этом они еще украшаются разными декоративными элементами, там, пайетками, стразами, дополнительно надеваются крупные кольца. И, кстати, это очень удобно, потому что сейчас все гаджеты, они имеют сенсорный экран, который невозможно там как-то активизировать, просто обычные перчатки. Да, и поэтому это очень-очень удобно. Это, наверное, мой вариант. Я хочу задать такой вопрос о наболевшем у меня. Мне очень сложно, на самом деле, подобрать перчатки, потому что у меня очень маленькие миниатюрные пальчики, и у меня все перчатки большие. Есть какие-то размеры, и как их вообще правильно выбирать? Да, есть несколько, на самом деле, шкал. Есть шкала дюймов, то есть когда мы вхват руки замеряем по самому широкому основанию, и у нас получаются некие размеры. Есть еще шкала по сантиметрам. Например, если у нас с вами размер 7,5 дюймов, то тогда вот охват в сантиметрах будет 19. Если там, допустим, 7, то обхват сантиметров будет, по-моему, 17,8. А женские и мужские размеры различаются? Ну, мужские, получается, немножечко увеличенные, а женские чуть-чуть уменьшены. То есть шкала немножко сдвигается в разные стороны. А по пальчикам, по длине, тут иногда некоторые марки предусматривают этот вариант, потому что всех пальцы разной длины, а кто-то берет унифицированный, и тогда, ну, действительно, там может быть прослойка такая вот воздушная. Хорошо. А вот в мужской моде перчатки, насколько востребованы аксессуары? На самом деле, почему-то мужчины не всегда обращают на него внимание, хотя это тоже акцентирующий такой элемент, причем элемент, который может показать и статусность владельца вот этого аксессуара. Поэтому какие-то благородные такого цвета, может быть, каких-то драгоценных камней, там, не знаю, бордо, винные, коньяка, коричневые, зеленые оттенки, как раз-таки очень хорошо облагородят наш образ. Наташа, обещайте мне, мне лично обещайте, что в следующий раз вы придете с мужскими перчатками. Хорошо, договорились. Договорились. Спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Семенова, руководитель высшей школы имиджа и стиля. Дорогие друзья, а мы через несколько минут вернемся в нашу студию и узнаем, кто же следующий пойдет в кино.